В эфире деловые новости. Меня зовут Елена Мирошниченко. Здравствуйте. Начинаем выпуск с цифры дня. Стать банкротом в России станет дешевле. Снизить стоимость процедуры предлагает Минэкономразвитие. Сейчас банкротство обходится физлицу почти в 200 тысяч рублей, а может в 10 тысяч. Напомню, в России число физлиц-банкротов перевалило за 100 тысяч человек. В Новосибирской области за минувший год граждане подали больше 2,5 тысяч исков о признании их несостоятельными. Как будет выглядеть Зайльцовский парк после благоустройства? Почему рубль слабеет? И как Алиэкспресс изменил условия доставки? Подробнее расскажем прямо сейчас. Доллар взлетел до 67 рублей. Это максимальный уровень с начала года. Об этом свидетельствуют данные торгов на московской бирже. Евро также вырос. На закрытии торгов курс европейской валюты составил 73 рубля 25 копеек. Рубль слабеет на фоне снижения цен на нефть. Стоимость ноябрьских контрактов на сырье марки «Брент» опустилась почти до 58 долларов за баррель. Октябрьских на нефть в ITI – до 54. В каких регионах учителя меньше всего зарабатывают? Российская газета публикует рейтинг. Первые строчки занимают Северная Осетия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Там средняя зарплата чуть больше 21 тысячи рублей. В десятку худших также вошли Кабардино-Балкария, Дагестан, Ивановская и Костромская области, Калмыкия, Мордовия и Алтайский край. Самые большие зарплаты у учителей по стране – на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве. Больше 90 тысяч рублей в месяц. Сотрудники российских компаний тратят треть рабочего дня на личные нужды, а в неделю на перекуры и решение личных вопросов уходит около 14 часов. Аналитики медико-сервисной компании провели исследования. Чаще всего россияне отвлекаются от работы, чтобы зайти в соцсети, поговорить по телефону или попить чай с коллегами. Также многие сотрудники хотя бы раз в год уходят с работы для решения личных дел. Большинство HR-директоров признают, что есть такая проблема, но не знают, как с ней бороться. Санкции чаще всего приводят к плохому отношению к начальству и меньшему желанию продуктивно работать. В итоге работодатель оказывается в заложниках у самого себя и наказание до добра не доводят. И оставлять как есть невыгодно. Снижаются обороты компании. Увеличить рабочий день тоже не выход. Переработки приводят к профессиональному выгоранию сотрудников. Так, по статистике, этот синдром в той или иной степени испытали на себе 96% работников. Россия вошла в топ-20 лучших стран для экотуризма, пишет российская газета. И в глобальном индексе путешествий по дикой природе заняла 14 место. Рейтинга хватило 107 стран. Основные критерии – количество нацпарков, биоразнообразие, а также усилия государства по сохранению природы. На первом месте Финляндия, благодаря высокому уровню экологической стабильности, разнообразию видов и т.д. В стране обитает 267 видов диких животных, есть 39 национальных парков, а 73% территории государства покрывает лесной массив. На втором месте Швеция, следом Бразилия, Канада, США, Норвегия. Тем временем в России 255 видов животных, обитающих в дикой природе. Страна также заняла 5 место в мире по количеству нацпарков, их в стране 87. А еще, по мнению специалистов, у нас быстро развивается экотуризм. И в продолжение темы. Новосибирцам предлагают выбрать, как будет выглядеть Зайльцовский парк. Уже на следующей неделе состоится открытое обсуждение проекта благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды. Концепцию развития парка разработали в прошлом году. Архитекторы подготовили дизайн-проект, который и обсудят во вторник. 10 сентября. Новосибирцы могут внести свои предложения. Напомню, парк культуры и отдыха Зайльцовский – часть Зайльцовского бора. Площадь благоустройств – почти 40 тысяч гектаров. Предстоит обновить пешеходные дорожки, событийные площадки, детские и спортивные игровые зоны, а также установить освещение. И в завершении выпуска снова о нефти. Специалисты Всемирного банка заявили о падении цен на топливо и угрозе российской экономики. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заверил, экономика нашей страны не будет испытывать серьезных трудностей. «Мы с саудитами, это правящая династия в Саудовской Аравии, поменялись местами на нефтяном рынке. Им нужно 70 долларов за баррель, а нас устроят и 40, хотя, конечно, лучше 60 – это оптимальная цена. По его словам, при цене нефти в 40 долларов за баррель инвестировать в новые проекты станет сложнее. Но даже при такой цене Россия не будет испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику». И напоследок, Алиэкспресс упростил доставку товаров. С сентября заказы от разных поставщиков отправляют одной посылкой. Услуга бесплатная и распространяется на заказы свыше 5 долларов. А раньше товары, которые покупали клиенты одновременно у разных поставщиков, приходили отдельно и в разные сроки. В Алиэкспресс рассчитывают, что новые правила позволят в два раза быстрее доставлять посылки. На этом все. До встречи! Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры предоставил Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин